Туризм в наше время Сессия будет посвящена новым туристским дестинациям, новым туристским маршрутам. Сейчас мы говорим про региональные, межрегиональные взаимоотношения, но есть другой подход. Есть другой подход не только по субъектам разделять маршруты, но и внести другую политику для формирования непосредственно маршрутов. Мне кажется, что эта политика, возможно, будет использована при формировании таких межрегиональных историй. И непосредственно об этих инновациях, инновациях в сборке маршрутов, мы бы хотели послушать сейчас кандидата исторических наук Московского государственного университета имени Ломоносова, хитрого Дмитрия Алексеевича с кейсом историко-географического районирования Центральной России. Спасибо. Можно еще попросить кликер? Уважаемые коллеги, я, возможно, не совсем форматный спикер для этой площадки, потому что я не работаю в отрасли, я представляю чистую университетскую науку, причем еще такую науку, которая, как говорят, одна единственная, занимается несуществующей реальностью историческую. В течение довольно долгого времени я занимаюсь, и была целая серия таких чисто научных проектов, историей административно-территориального деления России, но вот в истекающем году мы совместно с проектным офисом Департамента туризма города Москвы попытались сделать один проект, который имеет более выраженное, так сказать, практическое приложение. О чем идет речь? Дело в том, что если мы посмотрим на большинство стран мира, то мы увидим, что существующее сегодня административное деление довольно старое. Если мы возьмем какую-нибудь Швецию или какую-нибудь Испанию, возьмем карты 17-18 веков, то мы увидим там те же самые регионы, которые мы видим на их современных картах. И на этом фоне, это типичное, повторяю, для, видимо, большей части мира ситуации. В Китае примерно то же самое, в Индии Штаты довольно старые по своим границам. А вот когда мы посмотрим на Россию, то она окажется в числе меньшего числа стран, где деление очень сильно менялось. В этом же ряду находятся, например, Франция и Германия. Во Франции, как известно, во время революции была проведена департаментская реформа, которая полностью стерла старые провинции и создала новые департаменты. В Германии нечто подобное произошло в эпоху наполеоновских войн, когда Наполеон демонтировал Священную Римскую империю и перекраивал границы по своему усмотрению. Но, скажем, вот когда мы говорим о Франции, в правой части кадра вы видите цитату знаменитого французского мыслителя середины XIX века, де Токвилля. Вот эта департаментская реформа воспринималась современниками как одна из самых таких ярких черт того общего слома всей жизни, с которым была сопряжена революция. Вот Токвилль говорит, что многие из этих провинций, уничтоженных революционерами, были ведь старше самой монархии. И тут они взяли и порезали территорию страны заново, словно это были девственные земли нового света. Мы зачастую не осознаем, но Россия находится в этом ряду. Причем у нас таких радикальных периодов преобразований административного деления было целых два. Первый из них это реформа Екатерины II, которая в последней четверти XVIII века, там реформа проходила примерно десятилетия, и потом еще примерно 15 лет шли ее отголоски, пересмотр ее результатов. Практически полностью ликвидировала старую, восходящую к средневековью систему деления и создала новую. И второй относится к советскому времени, он немножко более размазан во времени, но всю первую половину советского периода шла довольно активная перестройка административного деления. И соответственно то деление, которое мы видим сейчас, те границы областей, которые мы сейчас наблюдаем, они очень в небольшой степени восходят к тому, что существовало в далеком прошлом. Так лучше? Или еще отодвинуть? Лучше так? Исследование этого вопроса, ну такая чисто научная работа, дело очень увлекательное, не очень быстрое, требующее довольно больших изысканий в архивах. И вот это вот, я говорю, некий парадокс. Во Франции, скажем, о том, какие были границы до революции, знают все. Путешествуешь по Франции, там ускорствовод рассказывает, что вот здесь шла старая граница, здесь заканчивалась наша шампань, этот гарандок раньше принадлежал нам. А у нас установить, где проходили старые границы, это результат больших исследований, причем буквально после реформы 20 лет проходит, и уже никто не помнит, где они и шли. Требует довольно больших поисков в архивах, это не всегда просто. Я еще помню времена лет 15, буквально 20 назад, когда карты в архивах было зачастую сложно получить, потому что они, например, были закрытыми, секретными, сейчас потихоньку ситуация исправляется. И тем не менее, это увлекательное дело, сопряженное со множеством сложностей. Часто, например, бывает, что карта в архиве есть, а развернуть ее негде, потому что она 4 на 5 метров, и в архиве просто нет помещения, в котором нет стола, на котором ее можно было бы разложить. И лично я неоднократно сталкивался с тем, что, например, разворачиваешь старую карту, а с нее сыпется песок, тот песок, которым засыпали ее составители для того, чтобы высушить чернила. Это потрясающее чувство, что ты видишь это первым. Когда карта добыта, оцифрована, с ней надо начинать работать. Сейчас существуют довольно сложные инструменты, позволяющие привязать старую карту, положить ее на современную, соотнести. Вот перед вами опыт такого соотнесения. Вот, скажем, Владимирская провинция, самая ранняя, насколько я знаю, из существующих карт этого региона. И здесь еще отображена часть Суздальской, полностью Юрьевпольская провинция. Хранится в Российском государственном архиве Древних актов в Москве. Когда такое получаешь, после этого довольно долго работаешь с ней. Ее нужно привязать, положить на современную карту. Обычно это требует нескольких сотен контрольных точек. Подобрать подходящую проекцию для того, чтобы она не сильно искажалась и была читаемой уже в привязанном виде. В общем, это долгая работа. Теперь несколько слов о том, как в целом выглядит степень преемственности административного деления. Вот перед вами табличка, которая показывает, какие города были, являющиеся центрами регионов сейчас или не являющиеся, были центрами регионов в прошлом. Как вы видите, подавляющая часть в Центральном федеральном округе городов, исключая четыре, Брянск, Иваново, Липецк и Белгород, были центрами губерний до революции. И, в общем, почти все из них, исключая Курск, были ранее центрами в XVIII веке провинции. Провинция XVIII века примерно соответствует современному региону. Тогдашняя губерния была огромная, и большая часть, скажем, современного федерального округа относилась к московской губернии. А вот обратное неверно, потому что существует довольно много городов, которые в XVIII веке были провинциальными центрами, то есть центрами довольно больших регионов, а впоследствии этот статус утратили. И среди них, например, Суздаль, который вплоть до 1775 года по статусу был равен Владимиру, и Юрьев Польской в пределах Владимирской области. Довольно интересно соотнести границы региона, связанного с тем или иным городом, в разное время. Вот здесь, если видно, одним пунктиром показана граница провинции, которая существовала в XVIII веке. Штриховкой показана губерния, которая существовала в конце XVIII-начале XX веков. И цветом современная область. Таким образом, как бы под современной административной структурой лежит более древняя, которая зачастую не осознается, не просматривается. Но на самом деле, вот такие карты могут иметь довольно большое практическое значение. В частности, ими традиционно очень интересуются структуры Росархива, потому что от этого зависит, как должен лежать архивный фонд. Москва, как видите, пример большой территориальной устойчивости. К столице всегда тянул такой большой пул земель. Хотя и здесь совпадение неполное, потому что, например, современная северо-западная часть Калужской области в XVIII веке принадлежала к московской провинции. А вот, например, Владимир. Он отличается значительно сильнее. Как вы видите, как бы провинция была обращена на юг. Вообще, традиционно Владимир всегда смотрел на юг, подобно тому, как Суздаль всегда смотрел на север. Владимир и Суздаль, повторяю, до 1775 года были в равном статусе. И таким образом, значительная часть современной Рязанской и немаленькие кусочки Московской области в XVIII веке тянули к Владимиру. Губерния Екатерининская очень сильно расширилась на север и северо-запад. Она охватывала значительную часть Ивановской области. Вот Ольга Николаевна говорила о том, что очень много таких связей исторических между севером Владимирской и югом Ивановской области. Это не случайно, потому что это была сначала одна провинция Суздальская, а потом одна губерния Владимирская. Ну и, как вы видите, по отношению к губернии немножко сократилась территория современной области и включает меньшие земель. Для того, чтобы оттенить это и показать, что не всегда преемственность так велика, я дал противоположный пример. Это Орловский регион. Как видите, Орловская провинция, Орловская губерния и Орловская область бьются между собой очень плохо. Орел, условно, терял и снова приобретал, распространялся и сокращал свою сферу влияния много раз. На этом кадре видна степень устойчивости вот этих территориальных связей. Наиболее темные регионы – это те, которые к своим региональным центрам тянут очень давно, более 300 лет еще с Петровского времени. Чем светлее, тем моложе эта территориальная связь. Ну, как видите, вокруг большинства крупных современных центров такие территории значительные, но не везде, а четыре области были заново собраны в советское время. Вот, сделав эту работу, мы смогли перейти к некоему следующему этапу, и мы попробовали объединить эти данные, создав некое интегральное историко-географическое районирование. Это некая попытка создать инструмент практический, который позволил бы эти данные использовать при разработке туристических маршрутов. Мы пытались выделить такие провинции, такие территории, в рамках которых большинство тех историй, а историки рассказывают истории, да, которые можно было бы показать, например, средствами туристических маршрутов, вот, замыкались внутрь одного контура. Поскольку я чувствую, что выбегаю из времени, я скажу очень коротко. Вот перед вами общая картина того, как мы это сделали. В частности, обратите внимание, мы предлагаем выделить северную часть Владимирской области вместе с частью Ивановской и частью Московской в отдельную такую провинцию, построенную вокруг древней стромынки, исторической дороги. Поскольку не случайно, как, я думаю, многие знают, что здесь, вот, недалеко от зала, в котором мы сидим, проходит улица Стромынка. Она соответствует Стромынке в Москве. Это продолжение одного и того же древнего пути, который исторически был старше и важнее, чем Владимирка. Ну и пара примеров. Вот, например, угличистая земля, да, сейчас относящаяся сразу к трем областям, но исторически обладающая очень большой цельностью. Там очень сходные памятники по всей территории этого региона расположены. Или, вот, например, мы предлагаем выделить Владимиро-Рязанскую Мещеру, да, огромную лесную территорию, окруженную по периметру дорогами, вот, и все-таки, значит, обладающую значительной исторической ценностью именно как лесной массив с его периферией. Такие историко-географические регионы очень любят выделять, ну, например, в таких регионах, как Канада. Спасибо. Большое спасибо, Дмитрий Алексеевич. Вот, мне кажется, что вот данная работа, она подчеркивает правильность всех межрегиональных взаимодействий, когда идет формирование продукта. И вот нахождение вот таких общих исторических корней, общих каких-то точек соприкосновения очень важно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...